В этом видео я вам расскажу про новые HTML теги, которые появились в языке разметки и покажу как ими пользоваться, потому что HTML тоже развивается и неплохо быть в контексте того, а что можно использовать уже прямо сейчас. И начну я с такого тега, который называется datalist, он используется совместно с импутом. Сейчас справа, если мы посмотрим на браузер, то, как видите, это просто обычный импут, где мы что-то вписываем, ничего не происходит. И дальше мы можем соединить данный datalist с импутом. Для этого мы добавляем атрибут в импуте list. Сюда вписываем какое-нибудь название, например, text, потому что здесь у меня список технологий. И дальше мы обзываем этот datalist с помощью обычного ID-шника. Нам нужно, чтобы list и ID здесь совпадали. Теперь смотрите, в чем заключается разница. У нас появляется стрелочка нативная, причем, обратите внимание, здесь нет никакого JavaScript. И дальше мы можем уже выбирать из этого списка тот элемент, который нам нужен. То есть это очень удобно. И более того, здесь работает также и поиск. То есть, например, я что-то вписываю и сразу же могу стрелочками выбирать, что мне нужно. Здорово то, что это работает действительно без JavaScript. Это чисто HTML. И для многих ситуаций это будет удобно, даже не вписывая сюда какие-либо плагины. Следующие два HTML тега довольно-таки простые. Давайте сразу же приведу пример. Допустим, у нас будет параграф, где написана формула воды, например. И по аналогии будет параграф, где будет написана знаменитая формула Эйнштейна. E равно mc в квадрате. Значит, очевидно, что сейчас вот эти вот цифры, они не совсем правильно написаны. И в HTML мы можем их поставить на нужное место. Для этого существуют отдельные теги. Первый тег называется sub, который, как вы видите, берет и помещает двойку вниз. Единственное, что O, здесь нужно вынести за этот тег. И вот мы получаем уже классическую формулу воды, где двойка находится на своем месте. По аналогии есть другой тег, который помещает какое-либо значение наверх. Он называется sub. Теперь, как мы видим, мы получаем тоже красивую формулу. То есть этими тегами также можно пользоваться для форматирования соответствующего текста. Следующий HTML тег, который я вам хочу показать, называется details. И по умолчанию он добавляет вот такой элемент, который мы можем кликать. И, как видите, он раскрывается. Значит, это поле, которое позволяет показывать какой-либо скрытый контент. Для того, чтобы мы убрали вот этот текст по умолчанию, который называется сведение, мы можем заменить его тегом summary. И здесь написать точно хочешь меня открыть, например. Да, и, как видите, с помощью summary меняется именно данный контент. И что касается внутренней части, то здесь мы можем описывать любой контент, который захотим. Допустим, я здесь буду использовать lorem. Как видите, по умолчанию он не виден. Однако, если мы его хотим раскрыть, то контент показывается. Также у тега details присутствует атрибут, который называется open. То есть, если мы его оставляем, то по умолчанию, собственно, контент у нас будет открыт. Да, и мы также его этим можем управлять. В принципе, мы можем спокойно стилизовать данный тег details. Ну и здесь я, например, могу задавать какие-то базовые стили для того, чтобы сделать его более-менее красивым. Там, допустим, margin.auto. Сделать его по центру. Там, допустим, будет padding. 1rem. Background. Серый и так далее. То есть, как видите, это довольно-таки удобный блок, который, опять же, не требует никакого JavaScript, и мы можем уже им спокойно пользоваться. Следующий тег, который я вам покажу, он отвечает за вывод модального окна. Он, в принципе, так и называется dialog. То есть, это тот контент, который будет показываться поверх остального контента у вас на странице. В теге dialog мы можем описывать, в принципе, все, что захотим. То есть, пусть будет заголовок h2, это заголовок, и пусть будет какой-нибудь контент, ну, неважно, с lorem. Теперь смотрите, если я обновляю страницу, то, как видите, у нас нет никакого модального окна на текущий момент. Однако, тут такая же система. Если я добавлю атрибут open, то в таком случае показывается уже данный блок. Но пока выглядит он, ну, не очень красиво, мягко говоря. Соответственно, в первую очередь, что мы можем сделать, мы можем добавить стилистику, так называемую для бэкдропа. То есть, это то, что затемняет, в принципе, весь экран, когда вы видите всплывающее окно. Покажу, как это делается. Здесь мы можем добавить атрибут, точнее, text style. И дальше мы обращаемся к диалогу и к его псевдо-селектору backdrop. Предположим, я задам ему такой прозрачный черный цвет с помощью свойства background, rgba. Ну, и это будет черный цвет, если ставлю точка 5. Однако, если мы опять же посмотрим сейчас на данное модальное окно, то ничего не изменилось. Потому что данный бэкдроп, он применится только в том случае, если мы с помощью JavaScript вызываем данное окно. И вот примерно, как это может выглядеть. Давайте напишем небольшой скрипт. То есть, по умолчанию диалог не будет виден. Но при этом у нас будет какая-нибудь кнопка, которая будет позволять открыть данную модалку. Давайте задам ему ID open. И здесь будет show mode. Пока, если мы кликаем, ничего не происходит. Однако, если мы заберем его из дом-дерево... У нас теперь есть кнопка. Дальше нам потребуется получить само модальное окно. И теперь при клике на кнопку мы можем его вызвать. Значит, open button, обрабатываем клик. Дальше мы обращаемся к диалогу и вызываем метод, который называется show model. Теперь смотрите, если я нажимаю на кнопку, то появляется уже теперь модальное окно, которое находится по центру экрана. И также есть здесь еще и бэкдроп. На этом этапе мы можем, естественно, стилизовать модальное окно. То есть, вот я на него перехожу. Ну и, например, я могу сделать здесь какие-то свойства, типа max-width, например, 400 пикселей. Сделать нормальный бордер, скажем, 1 пиксель solid серого цвета. Могу добавить радиус, например, скажем, 10 пикселей. Ну и так далее. То есть, как видите, с минимальным количеством CSS и с минимальным количеством JavaScript мы можем спокойно создавать такие моделки. Теперь как сделать так, чтобы, например, модальное окно закрывалось. Давайте стилистику я скопирую и добавлю также для диалога. Теперь, чтобы закрывать модальное окно, мы можем здесь, например, добавить кнопку close. Нам нужно получить ее в скрипте. Для этого я создам константу close.btn и получу ее у диалога. Делаю, в принципе, такую же логику. То есть, close.btn. Он клик. И дальше мы обращаемся к диалогу и вызываем у него метод close. Теперь мы нажимаем на шоу-моду, появляется модалка. Нажимаем на close. Модалка закрывается. То есть, вот минимальное количество скрипта, которое позволяет вам работать с модальными окнами. Следующий тег, который я вам покажу, называется figure. Здесь мы можем использовать обычный тег image. И дальше нам необходимо вставить какую-нибудь картинку. Но я возьму ее с unplash с разрешением 400 на 400 пикселей. И, как видите, мы получаем, в принципе, картинку. Но дальше мы можем использовать другой тег, который называется fig caption. И здесь мы уже описываем то, чем является данный контент. Ну, например, this is random picture. И, как видите, мы получаем, в общем-то, этот текст. Естественно, мы можем задавать здесь базовую стилистику. То есть, например, для fig caption мы можем поставить font-weight-boat. Например, font-size-2-rm. Ну и так далее. То есть мы можем отдельно это стилизовать, ровно как и саму картинку. Поэтому у нас есть такой вот удобный блок, который позволяет нам как раз-таки совместно задержать и какой-то медиа-контент, и его описание. И последний тег, который я вам покажу, он называется picture. Он нужен для того, чтобы мы с помощью HTML могли показывать различный контент с различными разрешениями. В общем, адаптировать тот контент, который есть в HTML, под разные устройства. И вот примерно как это выглядит. Значит, я добавляю тег picture. И, в принципе, здесь по аналогии я могу по умолчанию поставить какую-нибудь картинку, только размером, скажем, 200 пикселей на 200 пикселей. Это давайте сделаем поменьше, чтобы она просто не мешала. Значит, вот наша картинка 200 пикселей на 200 пикселей. Она показывается по умолчанию. И, предположим, для разных расширений мы хотим показывать различные картинки. Для этого есть другой тег, который находится в теге picture. Он называется source. И у него мы можем поставить атрибут, который называется source set. То есть здесь мы указываем, какой будет источник у данного сорса. То есть, предположим, здесь я хочу поставить ту же самую картинку с unsplash, только уже размерами 400 пикселей на 400 пикселей. И показывать я его буду только в том случае, если я могу добавить атрибут media, где я прописываю, в принципе, обычные CSS-свойства. То есть, допустим, данный source я буду показывать в случае, если у меня минимальная ширина экрана сейчас находится в размере 900 пикселей, например. И по аналогии я могу сделать какую-нибудь маленькую картинку. Скажем, 100 пикселей на 100 пикселей. И в случае, если у меня там максимальная ширина экрана, пусть будет 500 пикселей. Теперь давайте посмотрим на это в браузере. То есть мы видим сейчас, что показывается довольно-таки большая картинка. Это как раз-таки 400 пикселей, потому что ширина экрана сейчас больше 900 пикселей. Ну, мы можем вот так вот на это посмотреть. Сейчас обновляю страницу. И по умолчанию показывается супермаленькая картинка, потому что у нас разрешение меньше 500 пикселей. Однако, если я начинаю увеличивать, то на 500 пикселей картинка увеличивается. И когда я дойду до 900, как видите, вот у меня показывается уже совершенно другая картинка. Причем, что интересно, Значит, если я очищу сейчас загрузку картинок, то по умолчанию у нас есть одна картинка. Дальше я делаю меньше 900 пикселей. Видите, отдельно подгружается следующая картинка. То есть они заранее не подгружаются, не перегружают наш сайт и загружаются только по запросу. Надеюсь, что данное видео вам понравилось и вы узнали про новые теги в HTML. И если вы хотите изучить HTML прям с нуля, со всеми его основами, то ссылка на бесплатный курс будет в описании.